К сожалению, урбанизация и другие факторы способствуют оттоку сельских жителей из села в города. За этот год примерно 40 тысяч уменьшилось сельского населения. Это считает два района таких средних. Небольших, но средних. Конечно, эти процессы, они общемировая тенденция. Но мы понимаем, что надо сохранить село, сельский уклад людей, живущих там, где сохраняются наши лучшие традиции, обряды, лучший язык народов, компактно живущих разных национальностей нашего Татарстана. Он же ведь в Казани, Челнах, в других городах быстро теряется, усредняется. А в сельской местности этот уклад позволяет сохранить самые лучшие традиции наших народов, разных национальностей. Мы это держим в голове и оказываем поддержку, помощь, реализуя многие программы. Не исключение 13-й, уходящий в историю год. Мы все программы, которые были связаны с поддержкой личных подворий, деловой активности сельского населения, постарались сохранить и вышли на уровень производства сельскохозяйственной продукции, оказания услуг различных сельским жителям по объему, равным производимым в общественном секторе. 50 на 50 продовольственная корзина сейчас складывается так, что труженики села в личных подворьях производят почти половину всей продукции, которая производится в общественном секторе, промышленных, так сказать, зонах производства сельскохозяйственной продукции. Ну, говоря, и провожая этот год, конечно, я не могу не сказать, что неожиданные, трагические явления, которые случились в ноябре месяце, когда рухнул самолет в Казанском аэропорту, погибли 50 абсолютно безвинных, безвозвратных жителей Татарстана и не только нашей республики. Конечно, это была большая трагедия, серьезная трагедия. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы избежать этого. Аннулируются лицензии тех авиакомпаний, которые не отвечают требованиям безопасности и нормального оказания услуг авиапсажирам в перевозках. Главный вывод, который я для себя сделал в этом году, это то, что не только радости, не только успехи, проведенные универсиадом, построенное жилье, успешное решение многих задач объединяет наш народ. Но и наш народ, отзывчив на беду, на эти трагедии, столько писем, столько звонков, столько телеграмм, соболезнований, сожалений в связи с этой трагедией, которые поступили от жителей Татарстана, и не только говорят о том, что наши люди объединяются не только, когда праздник, песни, танцы и пляски, но и когда вот такие беды случаются. Это очень симптом такой здоровый, и то, что мы ближайшие, как говорится, месяцы после трагедии смогли установить личности всех погибших, предать их земле, и память о них будет у нас надолго, хотя это горькая память. Но еще раз говорю, люди с большим пониманием отнеслись к этой трагедии и поддержали усилия властей. Субтитры создавал DimaTorzok